Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Александр Шульга. Утром 20 мая текущего года у одной из школ города Полевского в районе 2-го микрорайона обнаружено тело 17-летней девушки, студентки местного училища, с признаками насильственной смерти в виде множественных колторезных ранений груди, спины и конечностей. По данному факту Ревдинским межрежным следственным отделом СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 105 Уголовного кодекса, то есть убийства. В результате грамотно реализованных следственных действий и оперативно-радостных мероприятий сотрудниками Следственного комитета и Уголовного розыска полиции по горячим следам удалось задержать подозреваемого 25-летнего местного жителя. Мужчина уже дал признательные показания в совершении данного дерзкого преступления. Он показал, что в ночь с 19 на 20 мая текущего года он и его 23-летний знакомый находились в квартире последнего и распивали спиртное. Вместе с ними в квартире также находилась их знакомая несовершеннолетняя девушка. По причине личной неприязни у подозреваемого возник конфликт с потерпевшей и он решил убить ее. Под предлогом прогуляться он повел девушку и ее знакомого молодого человека, хозяина квартиры, на улицу. Недалеко от дома, в микрорайоне Южный, злоумышленник завел девушку на территорию заброшенного строившегося объекта, где в присутствии их общего знакомого нанес девушке множественные ранения ножом, которые он взял в указанной квартире. Согласно показаниям прямого очевидца, он пытался предотвратить данное преступление, но не сумел. В настоящее время сотрудниками Следственного комитета и Уголовного розыска полиции продолжается выполнение комплекса всех мероприятий, которые направлены на самое тщательное выяснение всех обстоятельств совершенного бесчеловечного преступления. Следователям уже назначен комплекс всех необходимых экспертиз. Это судебно-медицинская экспертиза тела умершей, а также дотелоскопическая, физико-техническая, биологическая и генетическая экспертизы по изъятым вещественным доказательствам и материалам. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлением о обвинении. Также в обязательном порядке следственным путем будет устанавливаться причастность или непричастность очевидца к совершенному убийству. Расследование уголовного дела продолжается.